День с толком С этого дня и на ближайшие пять лет в России действует гаражная амнистия. Как оформлять документы и кто подходит под особый режим? Выбил чемпионство с первого раза Артем Рослов – настоящий парень из камня. Даже те, кто уже закончил школу, сегодня чувствовал праздник. Первое сентября – День знаний, отметили, пожалуй, в каждой семье региона. В этом году за парты сели 275 тысяч школьников, пока в очном формате. Вот как праздник прошел в Косихинском районе. Такого дня знаний в Налобихе еще не было. Радость учеников, волнение учителей, слезы родителей и улыбка Виктора Томенко. Первое сентября глава региона встретил в Косихинском районе. В этом году здесь 52 первоклашки. Это два первых класса. Для многих школ – мечта. Впрочем, не только этим отличается образовательное учреждение. Дети сами занимаются в музее Великой Отечественной. Здесь в Косихинском районе есть подарки женщин, учащихся в войне, учителей, признанных на помощь, уникальные документы, письма с фронта, похоронки, грамоты, благодарности за боевые действия. Чтобы пополнять экспозицию, школа давно сотрудничает с Барнаульским поисковым отрядом «Высота». Прошлое чтут, будущее создают. Вместе со студентами Аграрного университета школьники разрабатывают научные проекты. Первый из них – как выращивать пекинскую капусту на школьном огороде. Настолько ребятам это понравилось, что они пришли к себе домой, стали выращиваться в своих признанных участках. И на сегодняшний момент тут уже ребята выросли, и у нас уже серьезная есть работа. Вместе с преподавателями Аграрного университета они ездят на поля и работают, научное обладание с собой везут, и ведут исследовательские работы уже на полях. Но и это не все. Благодаря проекту «Точка роста» ученикам доступны квадрокоптеры, интерактивные доски, курсы веб-дизайна, своятеля радиостудия. Ведущий даже взял интервью у губернатора. Виктор Петрович, а что бы вы пожелали нашим ребятам накануне Нового года? Да, Новый год начинается у нас. Пусть сюда ребята ходят с удовольствием, бегут в припрыжку с радостью и возвращаются со знаниями, которые потом применят и будут применять в жизни, поделятся с родителями, расскажут своим братьям и сестрам, может быть, и так дальше. 11-ти классникам Виктор Томенко пожелал удачи и спокойствия на предстоящих экзаменах. Ведь школа, которую окончил второй человек в космосе, Герман Титов и сейчас готова выпустить не менее подготовленных учеников. Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком. Сегодня на базе Алтайского института развития образования открыли центр, где педагоги будут повышать свое мастерство. Теперь уже на новом оборудовании и в современных аудиториях. На ребрендинг потратили 12 миллионов федеральных и региональных средств. К примеру, одна цифровая лаборатория для занятий химией или биологией стоит 85 тысяч. Как ею пользоваться и будут обучать преподавателей? Можно будет оценить состояние своего организма. Ученики сами смогут оценить состояние вегетативной системы, сердечной системы, нагрузки на нагрузки сердечной системы и сделать ЭКГ. Семинары, мастер-классы. Повысить свою квалификацию может практически любой педагог. Причем сделать это как в институте, так и онлайн. В этом году центр будет работать с молодыми педагогами, тем, кто достиг возраста до 35 лет. Нам считается важным, чтобы помочь молодому педагогу выстроить свою профессиональную карьеру, свой профессиональный рост. Педагоги могут к нам приезжать со всех точек Алтайского края. Специалисты центра сначала выявят, чего не хватает педагогу для продвижения в карьере, а затем помогут разработать план развития на ближайшие годы. Здесь уже готовы принять тысячи учителей. В следующем году уже две тысячи. И не только молодых педагогов. Первое сентября стало приятным и для студентов. Обновленные корпусы, оборудование. Но радость пришла не ко всем. Подробности у Анастасии Наборщиковой. Кто занятий не посещает, автоматы не будет. Я сразу говорю. Да, ребят, присаживайтесь. В техническом университете решили не медлить и сразу 1 сентября начать учебу. Для студентов дело привычное, но не в этот раз. И все потому, что кабинеты неузнаваемы. Надо вспомнить, что корпус примерно с 70-х годов, он ни разу никакому ремонту не подвигался. И вот мы это стояли, грязные, оранженные, окна, все это вот так оно и было. Теперь с 1 сентября мы его запустили, этот корпус. Вот эту аудиторию мы пока не оснащали. То есть мы сейчас еще думаем, а что с ней сделать. В программе модернизации инфраструктуры технический вуз получил 150 миллионов рублей на капремонт корпуса Бена Димитрова. В здании заменили окна, двери, освещение. В аудиториях появляется новое оборудование. Чертить от руки уже не придется. Если я рисую, то у меня мышка. Когда у меня идет полет фантазии, когда я просто что-то хочу изобразить, то у меня стилусом вот так удобнее. А вот студенты-медики еще ждут, когда им покажут обновленное общежитие. Чтобы подобное для Барнаульского колледжа стало возможным, из краевого бюджета выделили 30 миллионов рублей. Капремонта здесь не было почти полвека. Замена инженерных сетей, электроснабжения и крыши – важная, но малая часть всех работ. Совсем скоро первое общежитие сдадут под ключ, где помимо кроватей уже есть муляжный класс. Я ожидаю комфорт, уют, удовольствие в учебе, чтобы не думать, как же мне перезимовать, а уже непосредственно учиться и получить удовольствие. Похвастаться подобным могут не все. Студенты педуниверситета показали свою комнату после бомбежки. Так они назвали место, где сегодня идет ремонт. Как быть студентом – непонятно. На наш запрос про ректор вуза пояснила, что недовольные могут написать жалобу на сайте университета. Но когда закончится ремонт, не сообщили. Анастасия Наборщикова, Андрей Печоркин. День с толком. В стране началась гаражная амнистия. С этого дня вступает в силу закон об упрощенном порядке регистрации гаражей и земли под ними. Большое количество гаражей в стране, самострои, никак юридически не оформлены. Поэтому их не могут продать и передать по наследству. Но с 1 сентября россияне могут бесплатно оформить в собственность земельные участки, на которых давно находятся их гаражные постройки. В упрощенном порядке можно зарегистрировать капитальные гаражи, которые стоят отдельно или в один ряд, имеют общие стены, крышу и коммуникации. Амнистия затронет и некапитальные строения, металлические гаражи. Но только если земля под них была выделена гаражному кооперативу и находится у него в бессрочном пользовании или аренде. А вот кто не попадет под амнистию – подземные гаражи, гаражи у частных жилых домов, объекты промышленного и коммерческого назначения. Например, если там оборудовали мойку или автомастерскую, а также если гараж используют для хранения техники. К другим новостям. Сегодня в Барнауле прошло заседание по делу о драке на Старом Базаре. Напомним, трагедия произошла прошлым летом. Сегодня на суде прозвучала мысль – Барнаулец Павел Рохлов мог погибнуть не от удара экс-боксера, а от кровоизлияния, которое наступило еще за несколько часов до конфликта. Как сторона защиты пришла к такому выводу, расскажет моя коллега Ирина Корчагина. Это был такой же обычный летний вечер. Ночь с 26 на 27 июля 2020 года. Незнакомые друг другу компании, семья Рохловых и компания экс-боксера Михаила Старцева отдыхали в районе Старого Базара. Внезапно появляется хедлайнер вечера, так называемый инвалид с тростью. Как он уже пояснял в суде, приехал он сюда, чтобы распить бутылку вина. Был навязчив и приключался то на одну девушку, то на другую. Дальше, как мы помним, между Старцевым, инвалидом и семьей Рохловых произошла драка. Потасовка привела к гибели барнаульца Павла Рохлова. Если разобраться, произошла какая-то абсолютно нелепая, глупая ситуация, из-за которой одна семья лишилась мужа и отца, а другому участнику конфликта теперь грозит лишение свободы. Сегодня в Центральном районном суде прошло очередное заседание по драке на Старом Базаре. И это заседание, возможно, вообще изменит наше представление о том, что же там все-таки было в тот роковой вечер. Суды по этому делу всегда без камер. Прошлое заседание, которое мы освещали, многих удивило тем, что так называемый инвалид, из-за которого и началась драка, оказался вовсе не инвалидом. Но это заседание нас удивило не меньше. Сторона защиты представила эксперта из Красноярска Сергея Парилова, который проанализировал медицинские экспертизы и остался ими недоволен. Самое главное заявление красноярского эксперта – удар, который Рохлов получил от подсудимого Старцева, не мог привести к таким печальным последствиям, точно так же, как и дальнейший удар об асфальт. Кровоизлияние никак не связано с полученными ударами. Причем, как считает приглашенный эксперт, началось это кровоизлияние еще за несколько часов до самой драки. Якобы к этому привели старые повреждения сосудов. И якобы из-за алкогольного опьянения погибший даже не подозревал об опасной патологии. Получается, на этих кадрах Рохлов уже, возможно, с кровоизлиянием. И, как утверждает Парилов, во время резких движений или падения у Рохлова произошло смещение старой скопившейся крови. Оно и привело к мгновенной смерти. А не сам удар. Добавим, что к своему заключению красноярский эксперт подкрепил 68 источников, научную литературу и методические рекомендации. Заключение могут приобщить к делу, и не исключено, что оно повлияет на его ход. Ну, а мы продолжим следить за этой резонансной историей. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком. Сказочная жизнь началась у Краевого театра кукол. В Барнауле состоялось долгожданное открытие сказки. Артисты вернулись в родной, но полностью обновленный дом. Здание теперь отвечает всем вызовам современного искусства. Слово Дмитрию Дроздову. Большое открытие большому объекту или большой мечте актеров-кукольников, которая, наконец-то, исполнилась. Последние три года артисты творили в здании кинотеатра «Родина». Сегодня вернулись в родной дом сказки. Времена, когда были тотемы, временные, они оберегали, они охраняли куклы. Барнаул кукла охраняет с 1938 года. В Краевой столице начала работать бригада кукольников. Энтузиастов было немного. После войны спектакли прекратились, но ненадолго. В 1963 году в Краевой столице появляется театр. Артистов набирали по конкурсу со всей Сибири. Десятилетиями группа формирует уникальную афишу и показывает спектакли для взрослых, когда это еще не было чем-то необычным. Однако в 2014 году театр переезжает. Бывшее здание сказки признано аварийным. В 2017 году начинается проектирование новой современной сказки. Здесь подняли потолки, увеличили мощность, оборудование стало больше. Театр построили за 465 миллионов рублей, 40 из которых федеральные средства. Нам звонят и говорят, ой, какой театр, мы хотим тоже такой. Но когда рассказывают, что для этого еще немножко денег, может быть, даже не немножко, еще нужна политическая воля и желание построить этот театр. В целом впечатление, конечно, того, что ты находишься в храме, у нас в театральном доме, когда пришел, и не хочется, откровенно говоря, уходить. Директор театра Надежда Васильева призналась, что получает много поздравлений от коллег с других регионов, где такого произведения архитектуры нет. От всего коллектива хочется сказать слова благодарности. Кроме технических новинок, у театра теперь есть просторный зал на 200 зрителей, камерный зал на подушках для самых маленьких гостей и системы электронной продажи билетов – тоже немаловажный фактор для молодежи. Система позволяет легко выбрать спектакль, ознакомиться с афишей, посмотреть трейлер к нашим спектаклям, а также найти любую информацию о нашем театре. Мы очень счастливы и рады, что мы заехали в этот дом, перевезя с временных площадок проекты. И здесь, конечно, уже много других проектов тоже будет реализовано. Новую историю сказки откроют уже в эту субботу постановками «Репка» и «Денискины рассказы». В целом же в этом сезоне театр «Кукол» порадует зрителей сразу несколькими премьерами, две из которых для взрослых. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. В Поспелихе в ближайшие годы может появиться районный культурный центр. После ликвидации воинской части там освободилось 25 гектаров земли. Местные власти уже договорились с Министерством обороны о передаче территории в муниципальную собственность. Что еще планируют разместить на обширном участке и сложно ли реализовать все планы, расскажем далее. После того, как строение бывшей воинской части снесут, за дело вновь должны взяться строители. К слову, договориться с военным ведомством о передаче земли и быстром ее освобождении оказалось несложно. Мы сами удивились, но они пошли навстречу и вот это все было сделано именно с администрацией района и потом, понятно, на более высоком уровне. Правда, чтобы культурный центр появился, нужны средства. Поэтому стоит задача попасть в федеральную программу «Культура». Мы можем при условии наличия проектно-сметной документации, экспертизы, что однозначно это дело уже готовится и на уровне края прорабатывается, мы можем войти в данный национальный проект, получить федеральные финансовые средства, немного добавляем своих. И на территории села Поспелихи появляется совершенно новое здание культурно-досугого центра. На днях с визитом в районе побывали гости. Не только порадовались дальнейшим перспективам, но и поддержали руководство района с дальнейшим преобразованием огромной территории бывшей воинской части. Ведь теперь попасть можно не только в программу «Культура». Далее мы здесь планируем по программе устойчивого развития сельской территории, комфортная городская среда, строительство детско-спортивного комплекса с уличными нашими площадками. Ну и, конечно, по городской среде мы планируем парковую зону с велосипедными дорожками, с местами отдыха. Краевые власти обещали помочь с реализацией районных планов. К тому же у Поспелихи есть опыт успешного участия в программе «Единороссов. Комфортная городская среда». В ее рамках на территории района успешно реализовали четыре проекта. Но на появление культурно-досугового центра власти и теперь уже жители рассчитывают в ближайшие годы. Татьяна Голубева, День Столком. Возвращаемся к теме благотворительного фонда «Старость в радость». Напомним, что фонд на протяжении восьми лет помогал пожилым людям из домов престарелых и психоневрологических интернатов. А 1 августа из соцсетей стало известно, что его закрыли. Мы пытались связаться с сотрудниками, но комментировать причины своего ухода они были не готовы. После выхода сюжета с нами связалась директор фонда из Москвы Елизавета Олескина. Для того, чтобы прояснить ситуацию подробнее в сюжете Софии Яценко. Новость о закрытии в Барнауле благотворительного фонда «Старость в радость» стала для многих неожиданной и печальной. Прежде всего, это оказалось ударом для команды, которая и осуществляла помощь нуждающимся в регионе. В социальной сети они разместили прощальный пост, где поделились своими эмоциями. Помогали и словом, и делом. На протяжении нескольких лет эти люди не жалели ни сил, ни времени. Они брали на себя реализацию самых разных программ фонда – от медицинской до психологической. Волонтеры-координаторы не скрывают – устали. Но к закрытию офиса все равно оказались не готовы. Отсюда и крик души в социальной сети. Что послужило причиной таких перемен, комментировать не стали. Прояснить ситуацию согласилась директор фонда. Основная причина прекращения аренды помещения, которое там было, складское и офисное – это наша возможность обойтись без этого, чтобы не дублировать функции и не тратить лишние ресурсы. Тогда, когда, очевидно, лучше все ресурсы тратить на прямую помощь пожилым людям и инвалидам, особенно во время пандемии, когда помощи нужна кратно больше и больше. Кроме того, по словам Елизаветы, такое решение старикам пойдет на пользу. Новый формат, на который перешел фонд, позволил выйти на профессиональный уровень. Теперь помощь нуждающимся будут осуществлять специалисты. Любовь, внимание и общение по-прежнему в руках заботливых волонтеров. Нужно, чтобы продолжались встречи, поездки, общения в том формате, в котором это можно. А все, что связано с необходимым для нормального качества жизни – оборудованием, средствами ухода, дополнительным обучением сотрудников, лекарствами, реабилитацией – будет координировать каждое направление профильный специалист из нашего единого офиса. К слову, директор фонда уверяет, что это решение не было спонтанным. К такому формату они шли последние пять лет. И теперь, когда с плеч волонтеров сняли груз ответственности в виде закупки лекарств, финансовых сборов и прочих организационных обязанностей, у них появится больше времени на то, отчего у одиноких стариков на лице появляется улыбка. София Яценко, Андрей Печоркин, Алексей Фризин. День с толком. Алтайское бомбоубежище, рассчитанное на ядерный удар, превратилось в место для фотосессий. Речь идет о командном пункте управления дивизии ракетных войск, что в Заринском районе. Засекреченный военный объект под названием «Сфера» начали строить еще 40 лет назад, но грандиозную стройку заморозили. Сегодня военный объект стал местной достопримечательностью. Наша съемочная группа заглянула вглубь «Сферы» и попыталась приоткрыть завесу тайны. 10 лет назад здесь территория была огорожена. Стоял забор, имелась охрана, стоял металлический ангар, внутри была вот эта вот шахта, и, получается, в центре нее находилось это металлическое яйцо. Так скажем, вот эта вот капсула, да, внутри которой уже размещался контейнер. Все было ржавое, но было целое. Ни охраны, ни забора, ни иной сверхзащиты, что была еще 10 лет назад. Впервые о суперсекретном недостроенном бомбоубежище под названием «Сфера» заговорили в 2010 году. Тогда его совершенно случайно обнаружили жители Заринска. Фотографии попали в сеть. Необычный объект заинтересовал городского исследователя Евгения Кученева. Предназначался как военный защищенный командный пункт для ракетных войск стратегического назначения. То есть он из себя представлял огромную металлическую капсулу, внутри которой на амортизаторах размещался, скажем так, металлический такой контейнер, блок из четырех уровней. Ну, в нем находились там различные пультовые, то есть системы жизнеобеспечения, там вот эти вот пульты управления. Объект строился на рубеже 80-х-90-х годов для взаимного сдерживания стратегических вооружений. Именно здесь должны были координироваться военные действия в случае нанесения ядерного удара по стране или ее объектам. Отсюда осуществлялся запуск, грубо говоря, то есть вот из этого командного пункта. То есть этот объект, он выдерживал прямое попадание ядерной боеголовки. Сегодня дорогостоящий объект разграблен, растащен на металл. Лестница, которая вела вниз на 20 метров ниже уровня земли, спилена. Пройдет еще немного времени, уверен городской исследователь, и необычное подземное сооружение совсем исчезнет. Шахту из бетонных блоков либо разберут, либо просто засыпят. Сейчас бомбоубежище, которое раньше могло выдержать ядерный удар, превратилось лишь в красивую фотозону и не более. Хотя все же знают поговорку «хочешь мира – готовься к войне». Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Валар». До встречи!